Дня Оленя Дня Оленя Только самые сильные олени удостоены такой чести – участия в традиционном соревновании – гонках на оленях упряжках. Интересно то, что для езды используются только холостые олени. Они сильно отличаются по скорости бега и выносливости. Только за один день животные могут преодолеть с легкими нартами до 300 километров пути. По словам опытного оленевода и ветерана своего дела Литкова Алексея Алексеевича, управлять упряжкой, как и быть оленеводом в целом, сможет также далеко не каждый. Зоркость, мастерство, это вот сани, что-то надо с ним делать, это все. Ну, талант нужен. Просто родиться надо в тундре. Родился и вырос в тундре и сам Алексей Алексеевич. Оленевод в третьем поколении он, как сейчас, вспоминает те времена, когда все было совсем по-другому. Когда тундра и олень – это была не работа, а жизнь. Это была наша жизнь. А сейчас, получается, сейчас работа. Кочевали это как по сезонам, да. Это вот в зимнее время мы уходили на запад весной. Ну, как гуси летят, вот важно, то есть самки, отел, они идут на свои родные места. Мы тоже сами за ними, можно сказать. Помимо самого зрелищного соревнования гонок на оленях упряжках, оленеводы также соревнуются в прыжках через нарты и метании тензея на хорей. Ну, упряжки, видишь, так, чтобы вас не ударить, потом переворачиваются. И это уже копье натуральное. Значит, это тоже оружие. Крупнотабунное оленеводство ненцев невозможно без ненецкой лайки. Собака, да, это самое-самое такое, то, что они первые помощники оленеводов. Если, хоть быть, какой ты талант, оленевод, но если у тебя собаки нету, ты никто. А если собака хорошая, вот сейчас грибное время, сейчас грибы пошли. Олени очень любят грибы и бегают. И то, что собака хорошая, она ведь, чтобы всех собрать, это ей надо бежать. Для ненцев олень – это всё. Питание, транспорт, источник материала для одежды и жилья. Северный народ издревле почитал этого священного животного тундры. С 30-х годов прошлого века оленеводы ежегодно стали проводить национальные соревнования. А в 2007 году День оленя стал официальным праздником региона. Хочется поздравить всех оленеводов, чумработниц, тружников тундры, ветеранов оленеводства. Хочется поздравить с традиционным праздником Нейского автономного округа, Днём оленя. Хочется пожелать им здоровья, надежды на светлое будущее. Ещё хочется добавить, чтобы был всегда достаток. Но мы всегда стремимся к лучшему и будем стремиться, я думаю, все присутствующие присоединятся к поздравлениям. Ну и самое главное – здоровье, здоровье в нашем нелёхом труде. Сегодня в СПК «Индига» трудится пять бригад. Общее поголовье насчитывает порядка 11,5 тысяч оленей, не считая частного поголовья. Торжества по случаю празднования Дня оленя в Ненецком округе проходят в течение нескольких дней. В этом году мероприятие проходит с 29 июля по 6 августа. Всего оленеводством в Ненецком автономном округе занимается 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 9 семейно-родовых общин и одно государственное предприятие – Ненецкая агропромышленная компания. А всего на северных территориях России сосредоточено около 70% мирового поголовья оленей. В полном восторге и от мероприятия, и от уклада жизни коренных малочисленных народов Севера – гости праздника. Просто радость от того, что побывал в гостях у больших, сильных, добрых людей, которые кормят нас, которые дают нам мясо, дают нам, можно сказать, жизнь. Временное стойбище для празднования Дня оленей в Испокоиндиго ежегодно разбивают в долине реки Белой, где находится государственный природный памятник «Каменный город». Мягкая порода осадочного происхождения настолько измочалена суровым температурным и водным выветриванием, что сильные ветра выдувают из бесформенных булыжников удивительные статуи и памятники, столбы и арки. Здесь можно увидеть вазы, динозавров, фигуры людей и животных, шахматные фигуры и полуразрушенные здания. Настоящий каменный город. Повсюду лежат целые россыпи белого, переливающегося, как снег песка, такого, какой не встретишь на самых фешенебельных курортах. Тундра тоже удивляет. Вместо стандартного мокрого болота, покрытого мхом, карликовой, березой и ивой, здесь приятная сухая поверхность, покрытая ягелем, камушками и песком. Кто хоть раз побывает в этих прекрасных местах, не испорченных человеческим присутствием, забудет о городской суете и ощутит полное единение с природой. День оленя приурочен к знаковому моменту в ежегодном цикле оленеводческой жизни, к окончанию летнего выпаса оленей и переводу стат на зимние пастбища. В это время бригады собираются вместе, подводят итоги за прошедший год и чествуют лучших в профессии. Ими становятся победители отраслевых соревнований. В 2016 году за почетные профессиональные награды боролись все оленеводческие бригады и хозяйство Ненецкого округа. Основные критерии оценки их деятельности – такие производственные показатели, как сохранность взрослого поголовья, валовое производство мяса, выполнение плана ветеринарно-профилактических мероприятий. В 2016 году лучшим хозяйством по итогам работы признана комиссия СПК «Путилича». Наилучших производственных показателей среди оленеводческих хозяйств в 2015 году добились также СПК «Нарьянаты» и СПК «Харп». Они заняли, соответственно, второе и третье места в отраслевом соревновании. Лучшей бригадой стала бригада номер один – СПК «РК Заполярье». Среди бригадиров хозяйств лучшими по производственным показателям стали также Иван Логейский, бригада номер 6 – СПК «Путилича» и Алексей Рочев, бригада номер 5 – СПК «Харп». Премия за первое место для оленеводческих хозяйств составляет 150 тысяч рублей, для бригад – 70 тысяч рублей. Сегодня День оленя отмечает СПК «Восход». Праздник проходит в Большоземельской тундре в районе Сопки-Ниадук. Праздник День оленя и чествование хозяйства победителя «Путилича» пройдет 4 августа на востоке округа. Завтра же, отметьте День оленя, поздравит лучших оленеводов СПК «РК Заполярье». Северный завоз близится к завершению. По данным Севержилкомсервисов, поселение Ненинского округа доставлено порядка 90% от годового запаса угля и дизельного топлива. В муниципалитеты доставлено 89% от запланированного объема угля, более 90% дизельного топлива, 76,5% дров, 87% технических масел и смазок и половина объема бензина. В соответствии с плановыми сроками в Бугрино до середины сентября необходимо доставить уголь, дрова, дистопливо, масла и бензин. Устькару нужно обеспечить углем, дровами, маслами и бензином. В Великовисочной осталось поставить дизельное топливо, в Кию уголь, в Индигу и в Арандей дрова. Также в ходе оперативного совещания глава поселка Амдерма сообщила, муниципальное предприятие Амдерма-Сервис, ответственное за обеспечение поселения топливом, объявило о проведении конкурсных процедур на поставку. Итоги торгов будут известны в середине августа. Касса, буквы и цифр, бумага для акварели, кисти для рисования и многое другое. Журналисты местных СМИ одними из первых увидели, что входит в подарок первоклассника. Безопасность превыше всего. Спасатели округа напоминают о правилах поведения на воде. Более 700 юных первоклассников получают традиционные подарки к новому учебному году. Комплексный центр социального обслуживания населения в рамках исполнения государственного контракта уже доставили в школьные принадлежности. Что в этом году будет лежать на партах самых маленьких учеников, узнала наша съемочная группа. Касса букв и цифр в кожаной обложке, бумага для акварели, кисти для рисования, доска для пластилина, счетные палочки. Всего 27 школьных предметов вошли в набор будущего первоклассника. Содержание традиционного подарочного набора, который 1 сентября получит каждый первоклассник, утвержден Департаментом образования, культуры и спорта Нинецкого округа. И этот набор был согласован непосредственно с учителями начальных классов наших школ. Они нам дали конкретную установку, что необходимо включать. Пожелания учителей были действительно учтены. Для лучшего запоминания в набор включены специальные веера с гласными и согласными буквами русского алфавита, а также цифрами от 1 до 20. В подарок также вошел и флеш-накопитель для работы с компьютером. Он пригодится для проектной деятельности. Единственное отличие от всех тех лет – это только то, что у нас не будет рюкзака. Департаментом образования проведена работа в части использования рюкзаков. Как показала практика, что не все ребята используют и носят эти рюкзаки. Поэтому приняли во внимание, чтобы не тратить в пустую бюджетные средства, включить в подарок первоклассника азбуку. Мы их называли азбуку. Здесь правила безопасности дома и на улице. Кроме иллюстрированной книги с инструкциями поведения для безопасности детей, окружные власти учли и воспитательный момент. В рамках патриотического воспитания, чтобы в дальнейшем в рамочках дома они могли разместить портрет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и гимн Российской Федерации. 1 сентября, в День знаний, по всей стране порог школы в первый раз переступят более полутора миллионов детей. В Ненецком округе по предварительным подсчетам будет 725 первоклассников. Подарки же формируются с учетом возможного увеличения их количества до 740. И сумма контракта составила 1 миллион 161 тысячи рублей. Таким образом, один подарок, сумма одного подарка составила 1570 рублей. После проверки и комплектации каждого набора первоклассника подарки будут доставлены во все школы региона. Отмечу, что Ненецкий округ единственный регион, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников, независимо от уровня дохода их семей. Средства на приобретение подарков в окружном бюджете предусмотрены в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в Ненецком автономном округе. Когда безопасность превыше всего, летом в Ненецком округе особой популярностью начинают пользоваться водные объекты. Набраться до столицы региона из поселения Нижнепечория можно только по реке. Кроме того, в летние месяцы начинается сезон активной рыбной ловли. Именно поэтому в регионе большое внимание уделяют безопасности на воде. Какие правила необходимо знать и выполнять, находясь в лодке, и как вести себя в экстренных ситуациях, рассказали специалисты Ненецкой поисково-спасательной службы. Подробности у Дмитрия Маркова. Первое и самое важное, что должен знать водитель и пассажир маломерного судна, во время движения по водному объекту на каждом участнике водного движения должен быть надет спасательный жилет. Для безопасности пассажиров запрещается ходить по маломерному судну во время движения и ни при каких обстоятельствах не пересаживаться из одного судна в другое. В случае, если лодка перевернулась, нужно скрестить руки на груди и прижать к себе ноги. Это сохранит тепло и на несколько часов предотвратит переохлаждение организма. Организм человека начинает перехлаждаться, если он длительное время находится в воде температурой ниже 33,3 градуса Цельсия. Даже в самое жаркое лето в Наринмаре вода так не погреется. Как все мы знаем, живем за полярным кругом. Немаловажно для участников водного движения знать правила спасения утопающего. По словам спасателей, когда человек начинает тонуть, он не издает никаких звуков. В этот момент он не способен ничего сказать или выкликнуть. Он просто постепенно начинает погружаться на дно. Если уже увидели данную ситуацию, то надо спасать. А спасать тоже надо немножко с головой, потому что человек, когда тонет, он тянет, хватается за соломинкой, как говорится. То есть, соответственно, подплывать надо к нему сзади, не дать себя ухватить. Потому что очень часто, даже в этом году случай был, если я не ошибаюсь, это в Сибири, спасатель спасал утопающего, то есть в итоге два трупа. Мало кто знает, но перед поездкой на лодке водитель судна должен сообщить в Главное управление МЧС Панао свой маршрут, указать время прохождения контрольных точек и по необходимости выходить на связь во время пути. По словам экспертов, такие привитивные меры могут помочь избежать несчастных случаев на воде. Кроме того, сотрудниками МЧС России Панао регулярно производится патрулирование водных объектов и проводится информирование населения о правилах поведения на воде. В прошлом году окружные спасатели выезжали на водные объекты 143 раза, утонуло 4 человека. Статистика первого полугодия 2016 года, по словам специалистов, уже догнала статистику прошлого. По страницам истории поселений округа. О происхождении и названии поселения, первых жителях и старинных достопримечательностях Андига расскажем через несколько секунд. На левом берегу Малой Печоры, в 40 километрах от Наринмара и в 120 километрах от устья реки, расположена деревня Андик. По сохранившимся в архиве документам, село образовалось в 17 веке. А вот достоверного источника о происхождении и названии поселения не существует. Есть только легенда. Какая, расскажет Елена Семеновичева. Общепринятой версии происхождения названия Андик не существует. По легенде, первый житель случайно заехал в Шарок, так называли речку, разделяющую деревню, и был поражен обилием рыбы в ней. Узявленный, он воскликнул «Андели, асподни». Слово «Андель» – «Ангел» – трансформировалось в «Андик». Подтверждением данного предания косвенно может служить всем известный факт. Рыбу в Шарке ловили сетями весной еще в 50-е годы. В старые времена основным источником хозяйственной воды служила река Шарок. На стирку, баню и другие нужды, иногда даже на питье, люди брали воду из Шарка. Здесь они чистили бочки из-под рыбы, замачивали одежду типа фуфаях. А весной девушки чистили медную посуду. В связи с этим появились забавные случаи. Иногда, очищая бочку, они в нее залезали и катались по реке. Маленьких уносило течение. В связи с этим у старожил появилась поговорка. Клашку в балашке унесло. В деревне «Андик» издавна проживали жители с фамилией Хабаровы. Скорее всего, это фамилия землепроходцев из Великого Устюга, которые шли встреч солнцу в поисках новых земель. Останавливались в Пустозерске, оставались и расселялись вдоль Печоры. По переписи 1850 года в деревне проживало 10 семей Хабаровых. В 1918 году – 107 жителей. Сегодня таких семей осталось всего 5. Среди них старожилы деревни Мария Антоновна и Николай Александрович Хабаровы. От них предков в «Андике» осталось старинное строение 1881 года. Одна семья жила раньше, а потом раскулачение встало. Вот и отца попросили это. Ему Кузький писатель подсказал, что вы разделитесь. Каждую перекрыли по одной комнате, на каждой семье три брата жили как. И у вас получится как по корову, по лошади, вот и раскулачивается. Ещё одно старинное здание, сохранившееся до наших дней – Андикская Троицкая церковь, построенная в 1893 году на средства местного богача Хабарова Евдокима Васильевича. Сейчас здание бывшей церкви принадлежит Андикскому сельскому совету. Вся история деревни собрана в общественном музее. О жизни деревни в военные годы можно узнать из обелиска погибшим землякам. Его установили в 1980 году ко Дню Победы. Автор памятника – Дебиков Леонид Павлович, учитель труда. В мае 1980 года в старой части деревни был установлен обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт из Андига ушло 45 человек, не вернулось домой – 31. Андикчане воевали на Карельском, Ленинградском, Волховском, Прибалтийском и Украинском фронтах. Победу ковали и в тылу. 18 человек в Андиге награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Историю Андига его жители бережно хранят и за пределами поселения. В 1989 году в Наринмаре было создано землячество деревни Андик. Это было первое официальное объединение односельчан в Ненинском округе. Елена Семеновичева, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин